Доклад посвящен в пророчество древних иудейских пророков о приходе Мессии. Вот писали в 7 главе, с 14 по 16 стих написано. То есть пророки, они как бы предвещали, что придет Господь, и пророчествовали, все эти пророчества были записаны. Итак, сам Господь даст вам знамение, сидево в очреве ими, и родит сына, и нерекот ими ему, и малуи, он будет питаться молоком и медом, доколе не будет, разумеет, отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет, разумеет, отвергать худое и избирать доброе, земля та, о которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. В 9 главе тоже написано. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертных свет воссияет. В 6-7 стихе. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его и нарекот имя ему, чудный советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдую отныне и до века. Ревность Господа Саваофа заделает это. В 28 главе 16 стихе. Посему так говорит Господь, Бог, вот я полагаю в основании на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий у него не постыдится. В 40 главе с 3 по 5 стих. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Не возопиет и не возвысит голоса своего, не даст услышать его на улицах, трости надломленные, не переломит, и льна курящего не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Ты скажешь, что в Новом Завете острова уже замедлены на все народы. Вот там было, скажем, все острова, да? Людмила, ты немного комментируешь, что там, какое у тебя мнение по этому поводу, что именно говорится? Ну, я как бы собрала пока это все, ну, как бы, об этом говорит Исайя, ну, в разных главах и в стихах. Потом, значит, я еще нашла у Даниила, в псалмах нашла. Вот хочу вот это сначала дочитать. Ну, о том, что, вот, как бы, пророчество о том, что придет Господь. Так, а это поинтересно, но с другой стороны, какое нам дело, что в юридейской поликлоре существуют какие-то пророчества? Ну, в том, что пророчества сбылись, и Господь пришел, что это подтверждает, что Ветхий Завет истинен, что... Так нет, а почему, а с другой стороны, те же самые евреи считают, что Мессия должен прийти в будущем, а Иисус же пророк. Вот тоже на эту точку можно время уже посмотреть. Нет, а вот здесь еще есть. Еще прошу прощения, я в первой самой сроке говорил, что Он будет питаться молоком и медом, да? Что-то я не наблюдал за Иисусом Христом, что Он случился молоком и медом. И вот сейчас будет описано, что Его как раз пронзят, распнут, вот в этом пророчестве. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыг и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавшей болезни. И мы отвращали от Него лицо свое, Он был презираем, и мы ни во что не ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был во грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уз своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец, предстригущим Его безгласен, так Он не отверзал уз своих. От уз и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых за преступления народа Моего претерпел казни. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой Его. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его праведник раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему Я дам ему чать между великими и сильными. Будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как Он понес на себе грех многих. Из-за преступников сделался ходатай. Я не знаю, я вот слушаю просто. Я вот такого знаю, например, Шариков или Шарик, из собачьего сердца Булгакова. Вот он точно, когда был и голос у него был, и грехи он на себя взял, и безмолвнен он был, и хоть и сам и болел в таком деле, он взял грехи на себя наши и понес их куда-то. Вот это Шариков, а как просто взял, а как Христос взял. Так же и Он взял. И кто же этого не видел, как Он грехи взял. Это видел, как Он грехи взял на себя наши. Нет, но если считать его, не болезнь. Это явно Шариков. Шариков или Шарик, из собачьего сердца Булгакова здесь описан. И поэтому это юдейский фольклор, он безусловно, говорит о Шарике или Шариковой из собачьего сердца. Потому что все, что к нему можно, вот здесь написано, все к этому песику Шарику, оно явно и принадлежит. И вполне возможно, что он на небе настоящий момент занимает видное положение. Людмила, а зачем вообще оправдывать Иисуса Христа в Ветхозаветном Писании? Ну, допустим, нет никаких указаний в Ветхом Завете о том, что Иисус Христос явится. Это как-то умоляет Иисуса Христа? Конечно. Почему умоляет? Ну, многие не верят в Него. Ну, он же своими делами, своими словами сам себя утверждает. Получается, что вся логика Ветхозаветной религии в ее развитии привела к тому, что все чаяния пророков Ветхозаветных были обменены сисками. Еще же непонятно. Быть может появится и другое какое-то существо, не только Иисус Христос, и косик Шариков. Появится еще какой-нибудь косик, котик Васильев, которого будут очень сильно верить. Но пророчества долго, раньше все пророчества. И он будет под это писание еще лучше подходить, чем Шарик. Иисус Христос. Валя, просто что-то логика какая? Ты говоришь, что должны исполниться пророчества. А почему должны пророчества исполняться? Ну, потому что через пророков говорили. Никто не сказал, что это пророчество. Потому что Господь, ведь он же, сколько он исцелял людей, почему он взял болезни? Он исцелял народ. Грехи, он мог. Он мог. Почему он мог? Он же говорил. У нас даже собаке Павлова памятник поставили. Тоже спила, куча болезней. Ничего он не исцелял. Как это? Такое количество вакцины, всякого больше, было сделано, проверено на собаках. Просто, как бы, вот эти события Иисуса Христа, а ты почему-то пытаешься его, большое событие космическое, оправдать его каким-то иудейским фольклором. Еще же никто не сказал, что этот, что Ветхий Завет на самом деле не был написан позже на нового. Кто его знает? Тем более кто не верит, тем уж настолько наплевать на Ветхий Завет. Понятно, если для иудей какой-то не верит в Иисуса Христа, для него это важно, может быть, аргумент. А для человека, который не принадлежит к иудейской религии, для него это действительно эпос одного из народов. Ну, какой эпос, наверное, скажет. Фанклор? Ну, это неважный эпос. Мне кажется, совершенно невозможно правильно истолковать Новый Завет на Писании, не владея предыдущей текстом Ветхого Завета. Ну, не знаю, может быть, и невозможно, но просто абсолютно нет потребности для человека неверующего отсылаться к Ветхому Завету, как и к Новому. Нет, потребность, знаешь, как и Новому. У них просто статус один и тот же, что у Ветхого, что у Нового. То, что они связаны, это никакого значения не имеет. Ну, мало ли, что там есть, это, как ее там называют, Калевал или что-нибудь еще. Это Сагиль Гамеша, там поближе к ним пускай. Это Сагиль Гамеша. Да, Сагиль Гамеша, да. Сказания о Ветхизе в тигровой школе, да. И так далее. Тоже, это факт биографии конкретного народа и там пяти-шести людей, которые им занимаются. Почему мы должны вводить иудейский фольклор так активно в свою жизнь, совершенно непонятно. Ну, мало ли, что, что и кого они рассказали. Более, сказали так смутно, что я приспокойно те слова про цель не Христу, почему-то отношу к шарику и собачьего сердца. Нет, просто и учение Христа, оно безотносительно. Там существовали и предсказания, предвещания какие-то о том, что он придет или нет. Совершенно для самого учения Христа не существенно. И более того, в этом есть какая-то неверие, что надо как-то эти учения, которые сами логически обоснованы, надо еще как-то каким-то основанием в прошлом подтвердить. Это же твоя интерпретация. Смысл не в том историческом процессе как развивался. Лазит за это на великим. Ну, ты рассказываешь то, что мы сейчас знаем. А как на самом деле мы не знаем. Как сложились эти писания, как они образовали единый кодекс, мы об этом ничего ведь не знаем толком. Мы только можем догадываться... Каким образом можно было написать Ветхий Завет после Нового, если Новый Завет в каждом буквально своем... Он там разделен на стихи, в каждом своем стихе ссылается на Ветхий Завет. Это вопрос интересен только специалистам-филологам. Но он же так себе по себе не интересен. То есть он тебе не интересен? Дело не в этом. Дело в том, что это правильно прозвучало, что ссылка на Ветхий Завет, она не убеждает неверующих людей, если это к неверующим людям обращается, что это что-то доказывает. Это не способ, и наоборот. Как и у Европеев был устроен их вольк-люб. Мало ничего, что там... А почему вы считаете, что это иудейский факт-люб? Ну, одна из точек зрения. Вот такая, скажем так, из-за того, что... По крайней мере, они сами так считают. Ну, при этом вообще... Они сами так считают. И действительно, если подойти к человеку, ну, к тому же, ну, какому державному русскому и сказать, ты веришь-не веришь. А вот евреи сказали. Для него это аргумент? Ну, я думаю, что... Да, можно достигнуть обратного эффекта. Да, но, тем не менее, все апостолы и богоматери, как бы говорят, что такого на евреи? Принято так читать, по крайней мере. Причем, если возражения могут быть и со стороны евреев, они скажут, что вы неправильно читаете наш Ветхий Завет, там, совсем о других материях, о других темах. Что там говорится о грядущем прибытии мессии. Не-не, они просто даже не про мессию скажут. Они просто скажут, это какие-то описания, там, конкретных событий, там, вы покажут, из каждой статты, ведь она же там в контексте имеет, да, в этом контексте будет определенное содержание. Оно никакого... грядущего какого-то предвещения, оно не имеет. Просто, может, оно и имеет, но они не согласятся, что Христос, что там описано именно появление Христа. Да, они продолжают ждать на шаг. Да, они будут ждать, и поэтому там... Это все просто говорит о том, что если, как бы, мы пытаемся обосновать учение Христа какими-то подпорками, ненужными совершенно для Него, из Ветхого Лизавета или что-то в этом роде... Она не пыталась обосновать учение Христа какими-то подпорками, она просто сделала анализ такой и, как бы, хотела вот рассказать об этом, потому что, как бы, образованному человеку, современному, не безинтересно... Ну, как бы, я считаю, что вообще не так уж много книг существует, которые действительно нужно прочитать человеку, как бы, который пришел в эту жизнь. Одна из этих книг Библии. Вот. Там, может быть, «Капитал Маркса», там... Ну, там... Вот. Мы это... Раз. Все и без них такой, да. Могу сказать, кстати, про евреи. Сейчас есть... Появились мессианские евреи, и они действительно, как бы, вчитываются в то, что написано в Евангелии, и действительно там наблюдают, что вот тот Иисус, да, который... Что действительно и тот самый Иисус, который предсказан как Пророк, как Мессия и прочее. То есть они на самом деле эти выводы делают, но это вот чисто внутренняя их логика, понимаешь? Не, ну просто... Они наши. Вы сейчас заняли такую позицию, типа вот там, вы тут занимаете наше время, какой-то... Я уверен, что там через полтора-два часа или завтра вы будете там смотреть футбол, какой-нибудь боевичок, дурацкий, порнушка, еще что-нибудь, и не рассуждать при этом, что ваше время отнимают. Поэтому... Нет, мы... Ну и после этого лукавство... Не просто про отнятие времени это зря сказать. Нет, мы просто думаем, пытаемся понять, почему такие вот аргументы... Когда я рассказывал, Игорь точно так же выступает, если ты послушаешь внимательно. Это просто у него манера такая. Надо просто к этому относиться. Обсуждение, оно и есть обсуждение. Если человек так обсуждает, ты должен уметь парировать такие возражения. Я же мотивирую чем, что вот Библия одна из книг, которые необходимо знать, по крайней мере человеку, живущему в Европе. Мы как бы сейчас пытаемся Россию отнести к европейской цивилизации. Поэтому это крайне необходимо, потому что невозможно понять вообще Европу и весь исторический процесс европейский без Библии. Просто невозможно. Потому что Европа просто из Библии вылезла. Это тезис, который требует доказательств. Это тезис, который требует доказательств. Это не самый очевидный тезис. Ну как? Если человек не читал Библию, то он тогда не понимает как бы современного развития? Или как? Такая мысль звучала? Нет. Я как бы здесь можно сказать о корнях, о фундаменте. На чем все стоит вообще? На чем стоит вообще европейская цивилизация? Именно цивилизация? Искусство может иметь что-то, литературу, нет? Цивилизация. Она стоит именно на христианстве. Ну как? В марксизме и ленинизме стоит она. Так мы учили, изучали. Вот 95-летние давно отмечали этому событию. Что стоит на марксизме и ленинизме? То есть это изменение, так сказать, у вас на Библии стоит, у меня на марксизме и ленинизме. Поэтому капитал, капитал Макса на каждый цивилизованный человек должен быть причинен. Я уже говорил об этом, что капитал Макса необходимо. Мы согласны. Мы согласны. Это одна из случая. У нас просто есть возражения по поводу выкидива к литературе школы. Мы не уверены, что на витературе к литературе школы или Библии стоит современная европейская цивилизация. Понимаешь, для современного европейца может быть не так важно прочитать Конфуция и куддийские учения всякие разные философские концепции. А прежде всего для него необходимо... Валя, а почему вообще список есть специальный? Смотрите, здесь очень важно понимать, что есть поведение культуры или что-либо еще. Вот, например, культуру советского человека это подключение и там этого шурика занимали видное место, согласись. Это был фольклор каждого советского человека. Каждый нормальный советский человек если он был советским, он про операцию и про подключение этого шурика знал наизусть. Но представьте себе, что в какой-то момент вырастет новое поколение людей, которые этого фильма не видела, но не занимает такого открытого в нем места. Ответ. Можно ли будет с их точки зрения можно ли будет сказать, что их современная русская цивилизация или европейская на этом самом операции стоит? Да, они все знают, они все читают, но она на ней не стоит. Еще другой аргумент. А если вы вдруг не сняли операцию советское общество разрушено, и она неравноценна Библией. Нет, разница. Нет, равноценна, давайте, какой-то срез. Мы берем... Сейчас объясню, почему неравноценна. Потому что европейская цивилизация действительно стоит на Библии, а советская цивилизация не стояла на операции. Здесь не проблема в том, на чем стоит незначимость, а в том, что если бы чего-то не было, то это место было занято другим. И не обязательно. Но здесь можно поставить так. Если бы не было Библии, то не было европейской цивилизации. Или европейская цивилизация самой сутью своего развития подразумевала наличие чего-то в виде Библии. Вот смотрите, вот этот Советский Союз, который прервал преемственность с Библии, с европейской цивилизации, где он этот Советский Союз? Что происходит с этой Россией, которая не покаялась? Ничего не происходит. А что с Римом происходило? А что с Австрийской империей? Ну, империи распадаются. И думаю, что когда империя распадалась, так же говорили, что ах, вот они, наверное, там что-то не так по Библии. То есть, это вполне естественно, что цивилизации сменяют друг друга и распадаются, это никак не связано с цивилизацией. Многие народы исчезли, и цивилизации. Игорь, подожди, я скажу, многие народы исчезли, многие цивилизации исчезли. Но вы знаете, что евреи живут до сих пор. Именно почему? Именно благодаря тому, что они не отказываются от своей политичной... Да, и цыгане, и эмени, и копты. Речь идет о следующем. Ведь у нас же был Агустин глаженный, который должен был оправдать такой смысл, почему правые и безбожники завоевали христианский рим. Ответ. Господь одинаково посылает дождь и свет на поля грешников и праведников. На злых и добрых. Да, на злых и добрых. Вот такой был ответ. То есть, Вакустин глаженный считал, что факт принадлежности, скажем, к людям, книги, то есть, гибрии, он ничего не дает для общества. Ничего позитивного. То есть, Агустин считал, что Бог мусульман и Бог христиан один и тот же Бог? То есть, пикерик сейчас вырезался буквально так? Нет, не один и тот же. Потому что, как бы, приписывание тому или другому не имеет никакого значения. Потому что они разные могут быть. То есть, какую бы то религию не проповедовал, какой бы ты ни принадлежал, это практически не влияет. Да, нас на практику не принадлежит. Это точно так же, христианская держава, как два христианства. одинаковая будет. Нет, так же традиция... Уважай ее у христианина, у правоведного, они выше, чем у язычника. И у буддиста. Совсем. Нисколько. То есть, до судового следует, что это несущественно, какой ты религии принадлежишь? И вообще, несущественно принадлежишь ли ты к религии? И падение народов, и империи, никак не связано с этим? Просто у тебя есть как бы некая повседневность, а какими она ритуальными танцами, вокруг какой ритуальной книги она выполняется, неважно. Не важно, что... Необходимо. Не в танце необходимо. Не важно, неважно, что за камень стоит, во какого ты танцуешь, на нем крест изображен, звезда, шестиконечная или что-то. Тебе все равно, над каким камнем танцевать? Тебе все равно. Все равно, конечно. кто-то танцует, тому не все равно. ему кажется, что это центральный камень, но соседний камень танцует, точно так же думает, и ему не будет хуже, от того, что не на этим, а тому не будет хуже, от того, что он перед другим танцует. Поэтому как бы надо смотреть, вот это христианское учение, оно случайное, как некая такая паразитарная структура, либо она имеет суть к этому, к европейской цивилизации. Ощущение такое, что паразитарное чисто. Ну а как же Вебер, Вебер-то? Ну дух капитализма... Ну так и то, что так же, там было бы какое-нибудь другое, например, иудейское какое-то направление. Нет, просто это, ну Вебер уже доказывал, да я, правда, не считал, но есть такая версия, что все это, что-то он там доказал. Нет, ну понятно, у нас точно так же, такую же функцию выполняло старое обрячество, во многом купцы старое обряце. Но опять это, не зависит от того, что на этом камне изображено, какого, какого... Не, ну вы сейчас стали на странную точку зрения. Получается, вот духовное состояние человечества никак не влияет на его развитие, что ли? Духовное состояние влияет, но порождает религии. Духовное состояние человечества порождает религии. То есть, ход развития. Да, но содержание... Содержание этой конкретной религии, ее конкретность, там, треединство, там, воскресший, умерший Бог, оно, неважно. То есть, она не изменяет никакой ход развития. Она не изменяет. То есть, вы считаете, что развитие магистральное, а уж там... Да, и все равно будет жить. Случайным образом появилась... Присать вокруг идола, потому что все равно присать вокруг идола. Необходимо писать. Религия необходима. Да. Присать буду. Она не может одна для всех. А, ну какая... книга, лежит на жертвеннике в этом... Согласитесь, что мусульманы развились, они параллельно развивались одним образом, а христиане другим. И, может быть, их разницу можно истолковывать в том смысле, что... А можно наоборот истолковывать их разницу в развитии, потому что у них разные религии? А можно истолковывать их разницу, что у них климат разный был? Нам надо разбираться, значит. Нам надо разбираться, конечно. И здесь есть большие сомнения, что югейский фольклор именно то, что это было именно помощником развития определила европейскую организацию, они помехают. Вы говорите, религия необходима. А зачем она? Религия необходима, потому что, ну, во-первых, есть куча вопросов, на которые нужно иметь ответ. Она дает. Дает форму общения. То есть мы можем общать, о чем-то говорить. Допустим, о многих вещах духовных, о которых мы сейчас можем говорить на языке литературы. Помимо Достоевского, Толстого, кого угодно, поэзию, все искусство. Сейчас мы можем об этом говорить. А, скажем, в начале человечества, когда не было еще искусства, на каком языке мы можем говорить о духовности? Это нужно некой единомыслия хотя бы в чем? То есть это некий способ описания мира. Некий способ. То есть у нас есть рациональный способ описания, есть способ эмоциональный, когда мы что-то на скалах там что-то чертим. И, скажем так, духовный. И форма познания, форма фиксации выразить в виде религии. Это необходимый элемент. Вот. Я вот хотел бы вот здесь, чтобы мы, как вы говорите, зафиксировали, да, что нужно единомыслие хотя бы в чем-то будет, чтобы куда-то дальше двигаться. Да, визуализацию. Визуализацию и так далее. Нет, нет, нет. И я как раз знаю, с вашей точки зрения, для этого нужна религия. Вот я только об этом и говорю. Да, правильно. Когда я предстоал, подождите, когда я утверждал, что христианство было основанием европейского цивилизации, вы сказали то же самое. Нет, 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 нет. Другой. А теперь другой шаг. То есть если я говорю, что философия есть способ познания абсолюта, познания мышления, да, я говорю, утверждаю, что философия является обязательным элементом общества, да, или, скажем, обязательным элементом моего существования. Но из этого никак не следует конкретная философия. Что конкретный, скажем, гигельянство является основой моего развития. Короче, все. А мое развитие как бы было связано с гигельянством, а у другого философия связано с платонизмом. Но у Европы-то было христианство. Да, в том-то и дело, что Вася живет в этой квартире, у него платонизм, а Петя, в этой квартире лёгий глиянство. Всем гея глиянство потребовалось только... А сухо было поменяться. Слушай, Валя, всем гея глиянство вдруг захотелось носить красное. Красное хотелось носить. Всем надо прилиться в Боге. Ну, в общем-то так, как было, а не как хотелось. Нельзя объяснять тем, чтобы было. То, что нет со слагателем от планили, что было. Вопрос. То, что если бы все носили красное, а если бы носили зеленое, то бы что-нибудь изменилось. Ответ нет. Такая вещь, как демократизм. Всё-таки христианцы проповедуют, что все люди перед Богом равны. Ну, очень. Не получается так, что христианство, вот оно как раз и явилось основанием демократизма в Европе, потом в Америке и везде. Потому что во всех других странах, где не было такой идеологии, не было никакого демократизма. Например, кастовость в Индии, да, там, или там, и прочее. То есть, всё-таки, христианство, которое вот, несло внутри себя этот демократизм, оно как-то выразилось в этой форме. Или наоборот. Или наоборот. Уже существовавшие элементы общества с некоторой демократией, ну, скажем, не демократией, с некоторым политическим устройством, для них больше всего подошла вот эта религия. Общество породило религию, а не религия общества. Ну, так можно было бы рассуждать, если бы мы бы не знали, откуда, как религия возникла. Она же возникла в режиме, где было рабство. То есть, в Ильбинской империи тогда было, как бы, такое государственное устройство, в котором было возможно рабство. И можно сказать, что на сабеле христианства постепенно это рабство победило. Изнутри. А что оно ему так долго побеждало, тогда рабство в России было и в США, и оно было аж 1865. Непростой процесс. Но! Блин, не призывай. А 2000 лет оно побеждало, я победить не могу. Тоже мне. Нифига себе, оно рабство побеждало. 2000 лет. Мне серьезно говорить крепостное право и рабство. Я бы синоним. Ну, а рабство, американское рабство. Что не рабство? Американское рабство. Американцы это... Нет, просто негры вошли в поле, так сказать, человечести позже, они рассматривались еще как живут. А русские? Русские тоже вошли позже. Они тоже решили. Про русских кто это сказать? А можно говорить по-другому? Их завоевали? Вот пожалуйста. Гольф Тим и Фоменко здесь вообще-то... До 1861 года их продавали. Подожди, до 16 века рабства-то не было крепостного права. Там до какого-то времени не было крепостного права. Конечно, не было крепостного права. Так все, да. Так вот, еще одно... У меня тоже... Ну, все, да? Ну, давай, давай. Что ты скажешь про рабство-то? Ну, вот про рабство я это и сказал, что 2000 лет с рабства-рабство что-то оно провозгласило, что его не будет. 2000 лет он боролась-боролась и вот наконец победила. Только тогда, когда у тебя изменилось состояние общества. То есть общество, а по делу-рабство, а не христианство как идеология. Игорь, ну послушай, например, вся европейская социал-демократия утверждает, что социализм неизбежен. Монолит в его эволюционном пути. Но перехода от капитализма к социализму нет. Но цель эта зафиксирована. Зафиксирована. Подожди. Цель эта зафиксирована, вот опять же, но в зависимости от царства Божи. Как это кажется. Подожди, ну хорошо, хорошо, пускай кажется. Но переход действительно будет осуществляться в тысячелетии. Ну никакие революции, нет перехода от капитализма, социализма. Так же не было перехода от рабовладения к свободному отношению. Его не было. Его надо было создать. И то, что прошло всего 2000 лет, и мы остались без равенства. Это вообще чудо какое-то. Так можно объяснять все, что угодно. Не, ну Игорь, мы же берем другие народы, где нет никакого равенства. И изначально, и в культуре его нет, и не прописано никак. И для них естественно, что существует кастерство. Но опять же... Подожди, у тебя причина и отсутствие рабства, ты возглашаешь, что это является... Нет, я говорю, что рабство было, оно было побеждено христианством. Нет, а я говорю, что рабство было подлежно о развитии производительных сил. Но почему в других листах рабство не побеждено? Почему в Индии оно не побеждено? Потому что там не было производительной силы, они достигли такого, например... А почему они там не достигли? А почему-то не достигли Ну вот именно что, это просто не зацикливается у тебя. Так нет, ты должен показать, на самом деле, что именно христианство является... Это показать сложно, по крайней мере. Но мы можем говорить о том, что духовное развитие человечества как-то влияет все-таки И на развитие, в том числе, не производство. Ты должен показать, что есть. Ты должен показать, что у тебя именно духовное развитие. Ну ты что, вообще марксист закончен? Ты считаешь, что мы движемся только как бы бессознательно вообще? Чисто вот все, ажбономическое условие. Да, может быть, бессознательно. Но христианцы к этому не имеют никакого отношения. Ну почему не имеют? Ну вот, христианство. Сколько лет там у сена, говорит, постой права правды. Правда была, правдовала. Правда, правды. Тогда ты говоришь никакого. Вот это и удивительно. Если бы ты сказал, что христианство какое-то имеет отношение. Ну может быть, нерешающее. Хорошо, пусть имеют какое-то отношение. Не, ну у тебя, ты же говоришь, никакого отрицания. Все, это слишком сильное утверждение. Его невозможно обосновать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова